Добрый вечер, в эфире телеканала ЖТСУ, Время новостей, с вами Азаджу Маханов. Мажелис подвел итоги специальной премии для журналистов в парламент СЮЗ и назвал победителей по семи номинациям. Так, по инициативе председателя Мажелиса Нурлана Нигматулина, в этом году специальная номинация парламент СЮЗ присуждена известному казахстанскому журналисту Бисену Курамбеку, безвременно ушедшему из жизни. По мнению спикера Мажелиса, огромный вклад Бисена Курамбека в развитие отечественной телевизионной журналистики, а также его высокие профессиональные качества, заслуживают самого широкого признания. Пропагандируя единство, профессиональный праздник готовится отметить члены клуба ведущих журналистов и эксперты Ассамблей народа Казахстана Алматинской области. Напомню, День журналистики сотрудники казахстанских СМИ и пресс-центров отмечают 28 июня. В этом году он приходится на последние воскресенья месяца, а между тем клубу ведущих журналистов АНК исполнилось 10 лет. Стоит отметить, что он стал первым региональным клубом в нашей стране, созданным сразу после республиканского. Сегодня в его состав входят журналисты ведущих республиканских и областных средств массовой информации, а также эксперты, представители этнокультурных объединений. По словам председателя клуба Ацалима Едигова, он был создан как своеобразная школа журналистики. И сегодня его основными задачами являются укрепление толерантности, сохранение межэтнического и межконфессионального согласия в государстве, гражданского единства, патриотизма и духовно-культурной общности. Национальная политика – это очень тонкая сфера, деликатная сфера, очень чувствительная сфера. Даже одним неосторожным словом можно оскорбить национальное чувство, можно задеть. Чтобы писать на эту тему, журналист должен быть очень подготовлен, профессиональный. У него и должны быть все человеческие качества. То есть этот человек должен быть с чистым сердцем, с чистой душой, такой нормальный во всех отношениях, у которого есть все эти добрые, светлые, хорошие человеческие качества. Ну а о профессионализме я уже не говорю, это само собой разумеющийся. В торговых домах Талдкургана провели рейд по выявлению соблюдения установленных санитарных норм. Для этого создана специальная мониторинговая группа из числа сотрудников отдела контроля качества, товаров и услуг, предпринимательства, полиции и других заинтересованных лиц. В ходе проверки нарушений не обнаружено. Это связано с тем, что подобные рейды проводятся ежедневно, говорят ответственные лица. Проверяют наличие санитайзеров, ковров, масок и перчаток. Мы на постоянной основе обходим торговые дома и точки областного центра. С начала июня выявлено более 70 различных нарушений. Сейчас продавцы уже привыкли к требуемым стандартам. Скопление покупателей не наблюдается. Коронавирус еще гуляет по городу, поэтому мы и дальше будем бороться против его распространения. Несмотря на пандемию коронавируса, в отелях Турции сохранят систему «Все включено». Но для эпидемиологической безопасности изменят некоторые моменты в организации питания. Отмечается, что шведские столы в отелях оставят, но на кухне регулярно будут проводить санитарно-гигиенические проверки. Еду гости не будут накладывать сами себе. Официанты будут подавать им желаемые блюда. Благодаря принятым мерам туристические объекты Турции имеют международную сертификацию. Чемпионы мира Азии и Казахстана по тяжелой атлетике приступили к тренировкам. В связи с карантином они проводятся только на открытом воздухе. Для этого на базе Талтыкурганского спорта-интерната развернута специальная площадка со всем необходимым инвентарем. Тяжелоатлеты Алматинской области славятся своими победами на чемпионатах всех уровней. Сейчас в закрытых залах занятия запрещены. Но тренеры нашли креативное решение – открыть полностью оборудованный зал прямо на улице. Соблюдение всех санитарных норм. Здесь и штанги, и спецнастил, и музыка для настроя. Не преграда для спортсменов и погодные условия. Члены национальной сборной приступили к тренировкам, которые в нашей области. Это Горичева Карина, Сон Игорь, Молдас Айрам Кес, Аульханов Аблай. И в ближайшее время национальная сборная 5 июля начнется сборит Алгарь и ВАИБа в составе национальной сборной. Сейчас, пока набираем форму, с 1 июня уже 21 день. Хорошие ребята, хорошая, оптимальная форма. И спортинтернат создал условия. Мы поговорили с руководством. Начальник управления Нурбахыт Молдахметович разрешил, что на открытом воздухе можно. Мы решили так вынести помост, установить штанги и работать. Конечно, бывают такие погодные условия. Ветер, бывает дождь, но все равно мы работаем, потому что не холодно. Впереди тяжелоатлетов ожидает еще много работы, несмотря на то, что в форме спортсмены примерно на 80%. Полной готовности они смогут добиться уже на больших сборах в Толгарском районе на базе АИБа. Планируется также проведение чемпионата Казахстана в Толдокругане в начале сентября. А члены национальной сборной должны принять участие на лицензионном первенстве. Однако точные даты еще неизвестны. В зале комфортно, там все удобство есть, а тут на улице все равно что-то не то. Поэтому я думаю, когда мы в зал перейдем, мы будем ценить, что у нас есть такой зал. Во время карантина у меня дома есть подвал, в моем доме подвал. И я туда штанги взяла. И вот тренер писал мне план, и я сама тренировалась. А сейчас вот на улице с командой тренируемся. Планы на ближайший месяц на самом деле строить еще рано, говорят тренеры. И потому важно сейчас именно работать над собой, набирать силу. К слову, тренировки проходят в классическом режиме. Упор делается на рывок и на толчок. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин